Поделиться интересными откровениями очень важного характера, я тему эту назвал так. Когда Бог умер навсегда. Знаете, все мы согрешили и мы должны идти в ад. Точка. Все люди, все миллиарды людей из-за греха Адама и Ева шли в ад. Но мы знаем, что сделал Иисус на кресте. Мы это знаем. Он умер за всех нас. Была пролита в духовном мире, была уплачена цена. И эта цена кровь Бога. Пролитая за человека. Так вот, давайте мы с вами немножко подумаем, что было бы бы, если было бы. Если бы Бог, Иисус, умер навсегда, то все живое умерло и пошел бы в ад навсегда. Если бы Иисус хотя бы один раз согрешил бы на земле, то и Иисус, и Отец, и Дух Святой пошли бы в ад навсегда. Тогда дьявол бы навсегда бы выиграл бы. И он бы стал бы Богом. А Отец, Дух Святой и Иисус были бы мучаемы в аду навсегда. Потому что Иисус, Отец и Дух Святой, это одно. Если Иисус бы проиграл бы и согрешил бы, тогда бы все трое погибли бы. А вместе со всеми трое, то есть и Отец, и Дух Святой погибли бы. А вместе с ними погиб бы все человечество, все ангелы и все живое, что было создано и не поклонилось сатане. Но это невозможно, слава Богу. Но это возможно было бы, если бы Иисус хотя бы раз согрешил. Так вот, что происходит? Иисус ни разу не согрешил. Бесы и дьявол этого не знают. Думаю, что он самый последний грешник. Думаю, что вау, Бог согрешил. Иисус решил, теперь мы Бога уничтожим навсегда. Иисус идет в ад, потому что все грехи человечества на Иисусе. Иисус заходит в ад. Бесы потирают руки и думают, ну все, отравемся по полной. Но Иисус уничтожает этих демонов и бесов. Размазывает их просто по потолке. По всему, что только возможно и невозможно. Давит их, как тараканов. Они в шоке. Пришел грешник и нас тут уничтожает. Что происходит? Он идет к главному ключнику ада. Забирает в него ключи. В аду справа находились люди, которые знали Бога близко, но были в аду. Потому что тогда они все равно были грешниками. Хотя бесы их не трогали. Потому что они были защищены кровью животных. Так вот, Иисус идет в ад. Тех защищенных кровью животных людей вытаскивает с ада и отправляет их на небо. Для чего нужно было спасение Иисуса? Кровь животных имела силу на маленькое время. И это время подходило к концу. Еще чуть-чуть времени и бесы и демоны имели бы возможность издеваться над Абрамом, который был в аду. И над Исааком, и другими. Над Сапсоном, и над другими верующими людьми, которые были покрыты кровью Христа и защищены на короткое время. Так вот, кровь животных уже потеряла силу. Нужна была кровь самая сильная. Кровь Бога. А в духовном мире валюта не деньги. Кровь. Кровь. Так вот, была уплачена цена. Вот почему Иисус умер. Ему нужно было заплатить цену за тех людей, которые в аду. И он их забрал к Богу. Ну, следующее. Люди, которые жили после Иисуса, они все равно рождались бы и грешили. Потому что первородный грек запущен в действие. Но им нужно, чтобы у них появилась сила, противостать греху. А что это за сила? Это кровь Христа. Если ты сегодня болен, покрой себя кровью Христа, получишь исцеление. Те бесы, изгоняя их во имя Иисуса Христа кровью Христа. Вы не понимаете, какую силу имеет в духовном мире кровь Христа. Если бы вы понимали, вы бы не болели. У вас не было бы проблем. Поверьте, это такая сила, неописуемая. Вы даже не в состоянии понять, что это за сила на самом-то деле. Так вот, когда Иисус шел в ад, сатана ликовал. Сейчас мы оторвемся. Но не тут-то было. Он ни разу не согрешил. Но попал в ад по причине, все грехи человечества было на нем, он спасать всех своих. Таким образом. Следующее. Животных я уже сказал. Животные спасали до полувремени. Кровь животных в аду спасала до полувремени. Поэтому нужна была жертва Христа. Следующее. Иисус это единственный выход. Если бы Он согрешил, то все ангелы святые вместе с Отцом погибли бы. И были бы в аду. Я повторяю специально, потому что это очень важная информация. Следующий момент. Дьявол. Вот смотрите. Иисус был крещен Духом Святым в воде. Иоанном. И тут происходит странная вещь. Дух Святого берет Иисуса за руку и ведет его к пустыню на 40 дней. Там Иисус ничего не ест. Представьте себе. Вы 40 дней ничего не едите. Жуткое состояние. Страшного голода. И в эту секунду приходит эта зараза. Сатана и начинает испытывать Иисуса. Дьявол пытал Иисуса чем? Хлебом. Он сказал. Если ты сын Божий. Да закрой ты рост, сатана. Что значит, если ты? Он Бог. Так он сказал. Если ты сын Божий. Скажи этим камням. Стать хлебом. Но Иисус не сдался. Иисус пошел вперед. Кстати, Иисус сатане этого никогда не забудет. Но это другая история. Я думаю, что сатана, в то время, когда искушал Иисуса, он перешел грань возможности. Или грань вседозволенности. Те, кто переступают эту грань, они уже не могут вернуться обратно. Сатана переступил грань. Когда ты уже искушаешь самого Бога, я думаю, что это может сделать только самая сумасшедшая личность во вселенной. Так вот, сатана, он перешагнул грань. Переступил границы дозволенного. Он пытал Иисуса, всемогущего Бога, который создал сатану. Раньше он был Люцифером, но неважно. Но Иисус кремень. Он победил. Точка. Еще один очень интересный момент, который я хотел бы затронуть. Иисусу помогал не только Дух Святой. Иисусу помогал его личный Отец. Вы помните историю на горе Преображения, когда Иисус пошел на гору, с тем, если пошли трое его учеников. И вроде Петра, не помню, вроде Петра сказал, Иисус, нам тут так хорошо. Давай здесь будем жить, на этой горе. Отец сказал Иисусу, это сын мой возлюбленный, у которого мое благоволение или благословение. Иисусу помогал Иисусу помогал Отец, и Дух Святой выстоять. Иисус был не один. И поэтому сегодня, когда у тебя есть проблемы, ты не один. Даже если я покину человек какой-то, родственник, друг, отец, мама, папа, дети, у тебя есть Бог. Если ты хочешь понять Бога, тебе нужно говорить на Его языке. Я уже говорил в других передачах, Его язык это образы и уведения в твоей голове. И эмоции твои же. Следующие моменты. Когда Иисус был на горе преображения, к Нему сошла Слава Отца. И Отец покрыл Иисуса. И Он с Ним там на горе имел общение. Поэтому сегодня мы, так же как дети Иисуса, покрытые кровью Иисуса, можем иметь общение. И с Отцом, и с Сыном, и Духом Святым. Слава это когда приходит сердце Отца. И ты понимаешь Его мысли и эмоции Отца. Сыну нужен был Отец. И Он его получил. Иисусу нужна была поддержка. И Дух с Ним был в пустыне. Когда Дьявол Его искушал. Иисусу нужна была поддержка. И Отец пришел в славе. И покрыл своей славой. Своего собственного Сына Иисуса Христа. И поэтому сегодня ты можешь приходить к Отцу и говорить. Отец, я твой Сын. Покрой меня своей славой. Ты можешь прийти к Иисусу и сказать. Иисус, ты мой брат. Покрой меня своей кровью. Ты можешь приходить к своему Слову, лучшему другу. Всемогущему Богу Духу Святому. И говорить. Дух Святой, я люблю тебя. Приди. Наполни. Соверши. Измени. Исцели. Благослови. Благослови меня своим благословением. Как молитва Иовиса. Иовис молился в Библии. И Бог его благословил. Хотя и все считали его никчемным, этого Иовиса. Но Бог его благословил. Потому что он пришел в славу Бога Отца. И сказал. Отец, благослови. Слава тогда приходит в сердце Отца. И ты понимаешь мысли и эмоции Отца. Как ты можешь понять мысли и эмоции своего Отца, своего Бога? Через молитву. Молитва это не только говорить. Молитва это видеть, чувствовать. То, что ты хочешь. Если бы Иисус проиграл. И поклонился бы Сатане, тогда тебя уже бы не существовало. И меня в том числе. Мне не нужно было тебе уже проповедовать. Ты бы так шел в ад. Но Иисус победил. И это самая потрясающая новость. И все. Все. Ты победитель.